Газета «Нераскрытые преступления» в ответ на обращение общественной организации «Кавальер» в рамках борьбы с религиозным экстремизмом представляет. Кноре Борис Кириллович, религиовед, кандидат философских наук, доцент Высшей школы экономики. Есть такая европейская организация, которая называется «Фекрис». Она использует механизм номинализации, то есть присвоения организации ярлыка «секта» или «культ». Что Вы знаете об этом? То, что касается в Европе действий вот этих ассоциаций, входящих в организацию «Фекрис», меня смутило то, что есть критика в отношении новых форм религиозной жизни в католической церкви. Например, критика в отношении такого братства «Бетти Тьюц». Я лично ездил в это братство и видел, как люди там живут, и, кстати, как это помогает даже создать некоторую альтернативу тому потребительскому образу жизни, который есть в западном обществе, действительно, мы будем отрицать этого. Еще много разного рода таких форм религиозной жизни, которые показывают, что католическая церковь не застыла в своем каком-то церемонтированном виде, а развивается, и как же обидно, что появляются такие организации, которые критикуют вот это живое религиозное развитие. А вот со стороны, опять-таки, какой-то организации, которая начинает объединять вот эти новые формы религиозной жизни традиционной религии в сектантстве, это, я считаю, недопустимо. Обвинять такое явление в сектантстве, что-то такое, что-то такое опасное для общества, это, как бы, ну, крайне нелепо. Конечно, есть определенная дисциплина, да, хорошо, есть определенные какие-то внутренние установки. Ну что ж, получается тогда любую группу, любую социальную группу, в которой есть свои дисциплины, какие-то свои корпоративные правила, обвинять сектантство, тогда у нас любой офис, любая организация, значит, высшая школа экономики, может, тогда попадет под разряд секты МГУ, лучшие университеты, попадут тогда в разряд секты лучшие какие-то, Газпром, лучшие какие-то ведущие, значит, сырьевые корпорации, вообще разные любые, любые организации, в которых есть какая-то корпоративная культура, попадут в разряд сект, ну, простите, но тогда получается какая-то нелепо. Для эксперта, для аналитика все-таки важно понимать, что не надо обобщать частные случаи на общую ситуацию. За наименованием всех-то, конечно, стоит реальность того, что есть региозные люди, которые злоупотребляют доверие людей и правы какие-то мыслимые манипуляции, но, опять-таки, это частные случаи, в которых нельзя, не всегда далеко можно делать обобщение, а эти обобщения делаются, и Фекрис делает обобщение. Поэтому насчет Фекриса я могу сказать, что эти обобщения, они очень часто необоснованны, и мешают видеть реальную ситуацию, всегда нужно стараться видеть многогранную ситуацию, а не делать какую-то единую картинку. В конце концов, это приводит к неразрешимым проблемам. Редактор субтитров А.Семкин